Сейчас будем менять винтчелд на волево очки Тебе нужно снять вайперы? Да Не, чтобы я их смогу снять вот так, но, кажется, будет легче с ними Да, они очень, ты знаешь Очень твердо там у меня там пару креков такие серьезные продается трак 50 тысяч долларов походу они только ремонтируются выбирать новый трак все под заказ поехали на волю давай сойдем посмотрим на парце же как хотя бы посмотрим внутри там машина 3 все драки стоят за есть глянем там уже раз здесь может там сидушку куда посмотреть что за цену как аккумулятор дорогие здесь я звонил он пошел дайки внутри глянем это здесь такой диетик это пиллер си 16 первый раз вижу лишь какая система здесь этих сейчас я 300 и джор весны engine break походу турбина двойная турбина и дир кулер пишем другой здесь фильтром интересно все в разборе короче поршня в разрезе да очень дорого сколько они тут тысячки просто 9 долларов дорого и по 70 80 взял 925 хватает 4 аккумулятор же классный звук гильзы штуки подают инжектора стоят это новый к двигатель ты шел плата компьютер стоит такого движок на траге оффроудинг делают я говорю оффроудинг потратки потратка идет разгрузочка делаем ролики про автовозы аудушка и все идет перегрузка тут один кархоллер у нас перегружается загрузился сейчас будет по-другому ставить тачку сижу тут ребята прохожу инспекцию на трачка это моего зад выглядывает почти готова уже не знаю прошел не прошел может там пару косячков будет ржавенький уже да не прошел я инспекцию на трачке колеса лысые сказали колесики надо поменять ремешок на средней этой не вылазит для сиденья она левая сторона колеска все нормальная было все правая сторонка что-то стерлась быстрее чем надо 0 еще есть вот из-за этого проходит у меня инспекция на моем джемси ну че сейчас пойдет колеса на джанке куплю поменяю и дальше едем ну а пока поеду заберу ребята три машины меня в коннектикуке завтра я выезжаю в рейс у нас будет вторник вот видите у меня вот эта железяка была отломанная я ее новую поставил теперь глушак держится мертво а то в прошлом рейсе отломалась болталась у меня вообще вот поеду в коннектикуке заберу три драндулета с аукциона чтобы завтра не париться и завтра два в бостоне и два в нью-йорке и уехал ну вот сделали мне новые ремпы пока я был в навикейшене пару дней сейчас все крепенько все классно все работает выдвигается задвигается цилиндром она прикрутили все как надо я промернул немножко потом покрашу черным так что пока трейлер на мази а в прошлом же рейсе у меня большие эти автобусы что я показывал были до стояли и сильно тяжелые были вот слезала мне вот этот пин ребята видите новый беленький стоит дождался новый пришел поменял очень легко меняется этот пин это пружина она идет вниз просто выдвигается вытаскивать этот маленький шплинтик и это вся штука вылазит новую вставляешь железячку назад шплинтик ставишь и все главное чтобы это рамка не поломалась вокруг и нормально живем поедем дальше долго постоял трейлер чик мы потрожавел уже надо заехать опять в мойку опять его немного подкрасить подмазать зимой и очень хорошо ну в общем такие дела с этой штукой я наверно не поеду вот она моя первая машина nissan rock по таким ударам правый передок правое крыло и в колесо а бумагах документах указано что машина ездит заводится может заводится опять же опять же точно не ездит вот такой вот nissan rock удар не сильно но уже на ней не поедешь ключи внутри ключики внутри два ключа все монтофон на месте все дела на месте ну вот это колесо никак не накачаешь ничего по-любому вася не захотел грузить меня вот там был чуть дальше перед этой машины стоял я там не гружу сдавай назад назад создать назад а он уехал вниз сам но запчасти внутри я пошка сейчас поеду на следующий акшен ребята сейчас загружу завяжу эту ерунду заводится она заводится да но поехать на ней точно не сможем все такая вот машина сейчас буду грузить на передок ее туда за кабину больше пока никуда она не лезет но по-любому вилами снимать буду так что так все нашел вторую красавица здесь на акционе запарился идти задышка вот lexus lexus gx 470 похоже на toyota prado да на тоже базе на скрепис небольшие здесь тоже ржавчинка по мелочи так еще особенно аппарат салончик бомбовый эти конечно мне нравились всегда лаксусу не такие машинки хорошие на ранны ранны салончики сохраняются супер супер lexus качественно все делает пробег на нем уже 79000 что можно даже пробегом не назвать а так откатку прошел марк левинсон аудиосистема шкарная аудиосистема lexus их только видел больше нигде они в audi еще где-то видел сзади у нас кожаный второй ряд сидения даже присутствует третий ряд сидений выдвижные такие аппарат классные ухты даже девичка есть телевизор диски вставлять мультики включать малым когда сзади сидят шкарный аппарат попробуем багажник открыть еще такое как оно открывается а вообще короче сбоку открывается багажник 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 шкарный аппарат конечно куча ковриков каких хочешь можно вообще идти я думаю откручивать чтобы место не занимали хотя иногда могут пригодиться я думал это лексус аукциона он битый оказывается это целая аукциона климат конкуресса вот нормальная такая вот как смотрится салон заднего сидения люк здоровый как всегда здесь на тойота нормальный аппарат короче я бы катался особенно по новой арглии там что-то наподобие брать следующая хотя бы эхо тройка тоже вроде справляется вот так вот смотрится даже молодюшка стоит аккура MDX не знаю ребята цен я до них не знаю за сколько они купили а куренок такой прикольный тоже внутри 56 тысяч пробег все в милях прикольно ладно надо ехать пока не запретили забирать машину а то скажет снимать что нельзя автоматическая коробочка у него еще такая присутствует механическое переключение пониженная повышенная четыре будущих так холдеры еще капхолдеры зачем так много не знаю так что такие дела будем ехать на выезд так только сюда наверное куча машин видите стоит продажу уже продались большой акшен первый раз я на нем забираю машину никогда не был на нем называется southern авто акшен южный авто аукцион в переводе по русски полноценная куча машин ничего себе громадная в общем он наподобие наподобие одессы акшен наподобие манхайма вот такого вот что то что тут наподобие этого но этот громадный просто только машина я не понял что сюда вообще нельзя ехать что ли вау куда же ехать не могу понять екпп по барабану по встречке пойдем коса этого поставили конкретно одно колесо спущенное перекосило еще и трейлер у меня наклонил в эту сторону жесть ладно будем грузить лексус грузим лексус и прикольно ребят смотрите заехал в этот в коннектикут штат здесь снег лежит у нас масочистый сухо не достал до нас шторм тот что завалил нью-йорк недавно зашел до коннектикута и остановился нам короче повезло в этот год более-менее а то прошло вообще сильно раз штормило и 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 или завтра еще пять 4 по пути и завтра сразу сразу выезжаю как хорошо видно через новое стекла шикарно не пылинки стекло почти на месте сюда повернуть я думаю заеду получится я ребят машинка интересное место жилет стадион здесь вроде как футбольный такой бостонский стадион где играют команды патриот и другие американский футбол ребята почти на месте и приехали делаем последние повороты сейчас буду забирать машинки марса и оранжеровера у какого-то там футболиста или баскетболиста черного посмотрим что за тачки сказал там в аэропорт ему надо было бостон сгонять не знаю дома он нет сейчас увидим где-то в этих улочках он обитает а а а и и и Вот, где-то здесь, главное, не упомянуть камешек. Повороты. А снега здесь, смотрите, опять, да? В Массачусетске просто засыпанное, а у нас сухо. Вообще, как это может быть? Да, я тут рядом паркинг увидел. Вон тоже заездный, где-то. В Массачусетске в Массачусетске. Куда же нам заехать? Какой-то небольшой паркинг. Есть, но я туда, наверное, не заеду. Не заеду, не заеду, а может быть и заеду. Посмотрим сейчас. Да. Сейчас придете назад на дорогу второй. Слайдет он на острове. Стоп, 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 слева, шпак. Хорошо, хоть я не разберусь, как это мне показать. Спасибо. 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 Все, приехали. Здесь я запарковался, разложился. Сейчас будет начинаться загрузка. Оказывается, вон мой адрес, там конечно не развернуться. На самом деле, его сейчас здесь нет, этого чувачка. Он живет по другому адресу. Как всегда, они этого не указали в бумагах. В общем, я его сюда сказал, едь. Я никуда больше не приеду, потому что здесь паркинг единственный в округе, где можно нормально загрузиться. Вот такие у меня уже машины тут стоят. Сейчас наверх падет Range Rover и Mercedes. А если поместить, то конечно, это машина. Надеюсь, очень будет. Скажу вам привет. Вот такая машина, ребята, Range Rover. Вот так вот запакован под завязку. Телевизор, вещи. Только одно сиденье свободное. Ерунда напереди. 2015 год Range Rover. Обтянутый в пленку вот такую. Пару царапин на пленке. Такой аппарат, но не менее, в маленьком состоянии. Запит под завязку. Короче, едем, ребята. Забрали Mercedes. Этот баскетболист или футболист привез мне эти машины. Я его назад домой отвез. Тоже машина, конечно, запакованная. Вот такая вот вторая машина, ребята. Mercedes S-класс. Не знаю почему, но Mercedes S-класс мне, конечно, что-то побольше, чем Rover нравится. Rover прикольный, конечно, но Mercedes S-класс внутри покруче. Опять же, машина забита вещами. Видно, люди переезжают. Он сказал, он едет. Именно у них там сезон они играть будут. Ну, вещи легкие, ничего такого. Такой вот салончик, как в прошлом Mercedes S-классе. Вот так вот это дело смотрится. Сейчас будем грузиться. Инспекцию сделали. Lexus я вытащил отсюда. Загоню туда Range Rover. Низкий, потому что Lexus короче наверху у меня пойдет более-менее. Чтобы поместилось все. Потому что машины все большие. Надо как-то маневрировать. Такие дела. Окей. Начинаем работать. Расссии Субтитры сделал DimaTorzok 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ребята, рейс почти начался. Да ладно. Продолжение ремонта следует. Что случилось? Серега, расскажи нам, что случилось после ремонта. После ремонта другая нога полетела. После ремонта, ребята, еще один ремонт пошел, короче. То же самое. Хорошо, что то же самое по кругу пришлось снимать. А что случилось? Бак, бачок погнало, масло. Предварительное заключение, что была плохая прокладка и ойл-кулер. Я не знаю, а что именно эту плату, видишь? Я думал, всю плату менять будет. Нет, плату не поменять. Так, а надо ее менять или не надо? Нет, она вроде бы целая. В общем, это ерунда внизу. Под ЭДЖЕР КУЛЛИНОМ. Имеет в себе радиатор, который, по всеми видимости, протекает. Вот ребята тут разобрали вчера, сегодня уже собирают. Поменяли этот радиатор. Этот радиатор у нас здесь. Сейчас покажем. Жека, оно в районе прокладки потекло, да? Штучка. Не, масло. Я не знаю, сама-то чистая она, но пошло масло вроде как. Отсюда. Жека, сколько стоила эта штука? А? Сколько стоила штука? Я полностью стоила 280 долларов. Вот эта штука 280 долларов? Радиатор, прокладочка, две резиночки. Вот видите, там масло такое. 280 долларов. Я думал, весь ойл-кулер стоил 200-300 долларов. Он там. Что-то эту ерунду поменяли. В этот раз. Этот раз в гараже. В комфорте, в тепле. Это сольчик. Красненький, черненький. Зелененький. Это она была в бочке. Чисто масло. А вот она прокладка, можно сказать, новая. Все, что-то оно так хлюпенько сделано. А, или это герметик болтается. Такая вот ерунда. Жека, а сколько сама прокладка-то стоит? Дорого? О, 60. Какая же 70 долларов? 70 долларов, вау. 180 долларов только. Пожар денка. Нехило, нехило. С GR назад ставишь. А, он все равно. Осторожно, ты меня этот поставил. Прокладка. Бачок менять будет, Жек, пока, или нет? Да что я его. А, он не пришел еще тебе? Нет, я не могу понять, что он хочет. С этой стороны все четко. Компрессор, ничего себе. Да, в гараже нормально. Серега хоть практики набрался. С каменцами. Теперь Серега точно мотористом можно идти. Стоп. Вот, на что-то выпало. И че арки. Все. За этой ерунды проблемы бывают сам. А, блюбов? Да, я сейчас. Чего я ему взял, а ничего. Оба. Прокладка летает. Хе-хе. Летающая прокладка. Ну, держи. Покажи, Серега, что за механизм. Клапан. Вот это, это же арк-клапан, который открывается. Не, он работает просто. Ну, что можно сделать еще? Его, наверное, заварить можно в этом. В смысле? Прямо здесь. Вот так снял его, обварил. Холодный сок. Можно холодной сваркой тоже сделать, да? Очень надо все это барахло ставить. Доброе-доброе утро, друзья. Так, сегодня у нас среда. 26, ой, или 27-й, что я уже запутался, я выехал в рейс. Должен был вчера поехать. Как бы я вчера уже и выехал, но не успел забрать в конце дня одну машину из Нью-Йорка, которая примерно часа два от моего дома. И пришлось тормознуться дома, переночевать. И вот, святочка, я уже выехал в сторону Нью-Йорка. Я бы забирать две машины. Одна у меня машина находится на аукционе. Этот, как его? Ай-яй-ей. И второй на Манхайме. На Манхайме целая машина, она ай-яй-битая. Написано, что вроде как ездит. Но, так говорится, будем проверить. Направление Техас, как всегда, родной Техас. Дома я, наверное, отсидел недельки-две, это минимум. Когда я приехал, да, неделю-две, когда я приехал, на Майами съездил на пару дней. И потом вот этот дом и сижу. Ремонтировался немного, по мелочи. В общем, менял там шплинт у меня, слизало. Который держит этажи. Я в прошлый раз эти автобусы громадные вез. А они тяжеловатые, видно где-то на кочке. Оно его срезало просто пополам. Благо, что я уже недалеко был от места доставки. Скинул я этот быстро автобус. И уже напряжения такого на этаже не было. На гидравлику. Поэтому повезло, доехал домой нормально. Но пришлось подождать. Немного шплинтик, пока придет. По почте я заказал. Короче, поставил все это дело. Также мне уже заварили эти выдвижные наезды. На первом этаже они у меня гнилые были. Кривые, косые. Сейчас новенькое все стоит. Потихонечку двигается. Это дело. С ремонтами. Следующий у меня проект. Это замена воздушного компрессора. Буду я менять его 5-6 числа, наверное. А потом все дальше, дальше. У меня водяная попа подникает. Ну, не критически, а так покапывает. Смотрю там на печку трубочки, шланги. Тоже пропускает фреон. Ой, не фреон, а антифриз. Досов. Надо, наверное, позаменять шланги. От рулевой колонки старая шланга уже тоже пропускает. Короче, начинается опять букет целый. Ну, трак не новый, значит, будем ремонтировать. Он недавно говорил с друзьями по поводу нового трака. Говорю, ну, новый возьмешь, наверное, проблем не будешь иметь. Как минимум на миллион миль. Да, говорит, куда там. Вот, взяли там, ребята, новые траки. И получается 100 тысяч гарантия. Так, по большому счету, от бампера до бампера. Вот. А потом, как говорится, ты сам по себе. Все так же ломается. Конечно, новая не так часто ломается. Все свежая, нормальная. Но какое качество они сейчас штампуют, это не очень хорошее. Проблемы с очистительными, с этими системами. И еще всякое барахло. Короче, тоже ломается. И плюс к этому надо еще и кредит платить. Такой большой кредит. У меня тоже на этот кредит, но не очень большой. Никак на новый. Да, на новый кредит. И еще, если он будет ломаться, тогда будет не очень хорошо. Так все, так и думаешь. Брак вово, не брак. Или уже старый потихонечку ремонтировать, кататься. Старый, это хоть их можно топором починить, понимаете. Электроники не так много, а новые уже все с компьютерами. Не разберешься. В общем, такая ситуация на сегодняшнее утро. Давайте всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...